Такой у нас город, такая заболеваемость по этому заболеванию, это же ужас, кошмар какой-то. Вот сейчас контингент больных, вот сейчас посмотришь, все добропорядочные. Бабушки, пенсионерки, мужчины, никакие там зоны, никакие. И закрыть такой стационар, да так о чем все это. По домам тихо умирать. Рубцовский круглосуточный стационар, где пока еще лечатся больные туберкулезом, закрывают через несколько недель. Так решил Росздравнадзор, прокуратура и Роспотребнадзор. Неудивительно, здание дышит на ладан. Пациентов готов принять Лебяжинский тубдиспансер. Больные напуганы, до нового медучреждения 50 километров. А внутри, говорят, нечеловеческие условия. Там такие условия, они невозможны. Такие условия, можешь сказать? Условия там и подсанитарии, не ахти. Во-первых, там столовая, вообще отдельно говорят, надо ходить пешком туда. Ну, как-то там может далеко куда-то пешком ходить, мы можем и другие болячки заработать. Там врачей как таковых нет, там заведующий главный врач. Там нету рентген-кабинета, это надо в Егоревку ехать. Там нету рентгена? Да, и все, едешь за свой счет туда. С переездом стационара не согласны и в самом тубдиспансере Рубцовска. На их учете, по данным открытых источников, полторы тысячи человек. 350 из них с открытой формой болезни. И в Лебяжинской больнице им вряд ли помогут, говорят врачи. Лебяжинская больница с замечательным воздухом, с какими-то там грязелечениями, она хорошо на заключительном этапе, как санаторное лечение. Но вот давайте зададим себе вопрос, да. Если вам поставлен диагноз туберкулеза и вам предстоит стационарное лечение, вы поедете в лес лечиться? С врачами согласны даже депутаты. Там отсутствуют и все необходимые лицензии, там нет интенсивной терапии, там нет реанимационного отделения. У Лебяжинской больницы нет лицензии для того, чтобы в дальнейшем осуществлять выдачу больничных листов временной нетрудоспособности. И 50 примерно процентов больных туберкулезом, они являются трудоспособными. Вот как выглядит туберкулезный медкластер в селе Лебяжье. Он разделен на корпуса. Здесь лежат тяжелобольные с открытой формой туберкулеза, через 200 метров административный корпус. Там находится главврач, старшая медсестра больницы. А еще дальше находится столовая, до которой вынуждены ежедневно идти пешком тяжелобольные пациенты. Оценить условия пытались и местные депутаты. Но руководство больницы народных избранников на порог не пустило. Мы зашли. Конечно, рентген-кабинета нет. Мы по договору, нас обслуживает ЦРБ в отдельные часы, то есть для того, чтобы не было контакта. Рентген-кабинета нет, все остальное, да, у нас функционирует. Значит, и пациенты у нас лечения. Тоже были статьи, что у нас абсолютно по четырем режимам мы пациентов своих лечим. Абсолютно вся химиотерапия, патогенетическое лечение у нас в полном составе. А условия? Какие больницы в этой? Прекрасные у нас условия. Я не знаю. Марина Голубева также пояснила, что они готовы принять пациентов из Рубцовска. Места есть. Сейчас здесь занято 30 коек, свободно еще 70. Для их переезда даже готова выделить машину. Пусть легкая форма там будет лечиться, а у нас вот такие, которых надо подальше изолировать от общества. Понимаете, они в городском цикле, они абсолютно не нужны. По 17 декабря Рубцовский туб-диспансер будет закрыт. Временно, настаивают специалисты Минздрава. Правда, в приказе за подписью министра здравоохранения Дмитрия Попова временно ничего не сказано. На днях в медучреждение приехала краевая комиссия. Пыталась найти решение, которое бы устроило всех. Если пациент не желает лечиться в противотуберкулезном больнице всего Лебяжья, мы можем предложить другие площадки. Они есть, их достаточно в Латайском крае. Но это же ехать тоже, но вырхать тебя с близко. Но это не та ситуация, которая бы могла препятствовать лечению. По мнению главного афтезиатра края, паниковать вообще не стоит. Тех, кто нуждается в круглосуточном лечении, не так много. У нас есть Лебяжка 100 коек и Рубсовск 75 коек. По нормативам, которые рассчитываются по определенным формулам, необходимая потребность, с учетом больных, которые выявляются, прогнозирование выявления пациентов, данному округу необходимо 144 койки в абсолюте. На сегодняшний день у нас 175 коек. Очереди на госпитализацию нет никакой. Елена Анисимова также добавила, что нет в крае туберкулезного бума. Наоборот, за 9 месяцев заболеваемость на Алтае снизилась на 12%, по Рубцовску на 8%. Но долго ли статистика будет радовать? Ведь переезд временный. Нужен он как вариант для ремонта тубдиспансера, его переоборудования или вовсе строительства нового. Точного ответа Минздрав нам так и не дал. А значит, непонятно, сколько продлится это временно. Но уже через три недели больные выйдут на улицы города заражать других. Неужели я буду ехать маршрутки, я буду сидеть, давиться и не смогу покашлять? Естественно, у меня кашель. Я буду кашлять. Хоть я и в руку, а оно-то разлетается. Куда оно? Ты так же сидишь рядом со мной, сидишь рядом со мной, ты со мной дышишь. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.